Более 300 предпринимателей из Рязани области собрались сегодня в Рязанском театре кукол, как говорится, на людей посмотреть и себя показать. Судя по количеству заявленных участников, на данный момент частный бизнес в регионе развивается достаточно хорошими темпами. И подобные выставки позволяют понять, что развитие идет во всех отраслях, начиная от производства собственной сувенирной продукции и заканчивая нанотехнологиями. Среди участников выставки Максим Шадрин, молодой предприниматель, деятельностью которого заинтересовался даже журнал Forbes. Причина подобного успеха в уникальных разработках, которыми Максим занялся еще в аспирантуре. Именно там он начал писать диссертацию, посвященную лазерному 3D-сканированию в промышленности. Результатом его экспериментов стал алгоритм, значительно повышающий точность 3D-сканеров, даже в сравнении с зарубежными аналогами. Мне захотелось не просто это взял, сделал, ага, работает, поставил на полочку и давай чем-то следующее делать. Мне хотелось, чтобы это приносило какую-то пользу. И таким образом так сложились обстоятельства, что мы данную технологию смогли применить на картонно-рубероидном заводе рязанском. Там работает наша машина до сих пор, которая измеряет рубероид и позволяет им очень сильно снижать издержки, связанные с браком их продукции. Технологии измерения, контроля и 3D-анализа объектов сложной формы в условиях производства, разработанная Максимом Шадрином, оказалась невероятно востребована. Сначала Максим со своей командой работал только в Рязанском регионе, затем перешел на соседний, продолжая внедрять различные ноу-хау и патентовать новые технологии. Следующий этап – производство высококачественного твердосплавного инструмента для промышленных предприятий. И сейчас мы делаем очень широкую номенклатуру, работаем с гособоронзаказом, в том числе на промышленные предприятия. Инструментом очень довольны. И, что самое главное, мы довели технологию, ну, очень существенно увеличили скорость. Если вот вначале такая фреза делалась примерно больше часа, то сейчас мы ее делаем за 11 минут. Представляете, да, как снижается себестоимость. Сейчас мы хотим делать сам вот эту заготовку, да, вот эту круглую у себя. То есть у нас новый бизнес-план на миллиард рублей. После статьи Forbes нашелся и инвестор, готовый вкладывать в разработки Максима свои деньги. Но, несмотря на головокружительный успех и патенты на уникальные технологии, Максим Шадрин не собирается покидать Рязанский регион. С его точки зрения, здесь есть все условия для развития предпринимательства. Главное – ничего не бояться и действовать. Тогда результат не заставит себя ждать.